Друзья, всем привет, с вами Тюмуч. Сегодня мы продолжаем проходить Summer of 58 и мы остановились вот на этом месте. Я уже взял камеру и тут какая-то хрень. Собственно говоря, выход, который... А, я только что пришел, мне нужно найти ДК. А, вот. Это, судя по всему, какая-то больница, либо госпиталь, либо какая-то еще непонятное здание. Так, русско-английский словарь. Забирай... Что так громко ты дуешь, господи, перепугался. Так, с собой надо что-нибудь брать, нет? Все взяли? В принципе, окей. И, кстати, да, у меня уже на календаре 1 сентября, к сожалению, вот. А я играю в игрушку, которая называется Лето 57-го года. А лето было, получается, 10 минут назад. Класс. Точнее, грустно. Кто? Кто там идет? Я вот вообще удивляюсь, что в этой игре... Так, закрыто. А кто там ходит, не понимаю. Алло, так, давайте откроем. Что, не открывается? Что, все позакрыто везде? А ключик есть? Что-нибудь есть? Блин, нету ни хрена. Ладно, давайте пойдемте... Куда пойдем? Реально, тут что-нибудь вообще есть? Ну, это нельзя взять, а что делать-то? Ладно. Ху, хрена. Кто здесь? Блин, у меня громкость такая большая. Чуть-чуть убавить. А то прям реально, я же испугался, как он свечку задул. Так, что не открывается? Здесь никого нету. А что сделать? Это просто пугаться, ходить и все? Так кто здесь? Блин, я не могу. Тут постоянно какие-то посторонние звуки появляются. Они меня очень сильно отвлекают. А, вот. Кто? Кто? Куда? Давай. Здрасьте. Так, кто? Где стучится-то? И ни хрена... О! Блин, комната поменялась. Так. 46-й год. После войны десятки детей попадают в приюты после того, как потеряли родители. Детский дом для содержания и воспитания детей. Сирот работал под руководством военных. Кто там сзади? Привет. Да что так громко так тут? Не, ребят, ну это уже как-то слишком. Это уже как-то слишком. О! Шкафчик. А что тут стоит? Вы какие-нибудь двери сегодня откроете или нет? Что вы тут шкаф здесь поставили? Хотя, с одной стороны, там какой-то проход был, который загорожен. Там мог кто-то пройти. Поэтому, в принципе, с одной стороны, хорошо. Ну, в общем, ладно, ждем, пока что-нибудь появится. Потому что, видимо, так и задумано, чтобы мы туда-сюда ходили, и оно само по себе появлялось. Вот эта дверь почему не открывается, не понимаю. Да кто? Ой. Добрый вечер. А. Опа. Ля какой. Ну, скорее всего, это, наверное, какая-то психушка или что-то такое. Эта дверь ведет в другой коридор. У меня с собой в разыке из болгарка. Я могу следовать. С цепи и найти. Здесь спрятаны доказательства. Сражда, ты, блин. О-о-о-о-о-о-о. Да что такое, блин? Да ну нет, я убавлю. Ну нахрен. Фух, вот это я сейчас перейдем. А, кстати, опять все поменялось обратно. Фух, что так пугать это жестко? Так, это место меня не отпустит. Я должен закончить то, что начал. А, ну да, тут дверь была, кстати. Так, ну давай... Ну ладно, тут я не испугался. Ну как он, интересно, достал болгарку. Все? Так, опять... Да ты ж... Какого хрена? А-а-а! О, ну теперь нормально. Так, давай, открывай. Ну тут сейчас тоже какой-то скример будет. Это, в принципе, очевидно. Вот, когда мы почитаем записку. Не знаю, доживу ли я до утра, потому что сегодняшняя смена мне не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать, но тогда мне не заплатят. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину. Вернее, ее силуэт или тень. Она прошла сквозь шкаф в стену. Я боюсь идти за ней и отодвигать в шкаф. Не хочу проверять, правда ли это. Или, может, это все мое воображение, которое обострилось после стакана водки. В любом случае, там висят какие-то подделки из перьев и паутины. Я такие нигде не видел. Выглядят они жутко. Да и пахнет оттуда как будто мертвичиной. Ладно, выпью еще стакан и лягу спать до утра. Ну и, собственно говоря, походу ему наступил кирдык. Наверное. Так, ну давай, скример, я тебя жду. Так, тут больше ничего нет? Все? Ну, в принципе, вроде все. Так. Ну. Блин, вот здесь уже реально напряженно. Сколько этих ночей здесь будет еще? Тоже хрень пойми. Блин. А, так, давай теперь это откроем. Ага. Тоже, видимо, чья-то комната. Очень какая-то большая. Так, снова записька. Я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. Не повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвезти. Никто не должен знать о наших делах. А, да? Ну, окей. Так, подожди. Вот здесь надо еще распилить. Сейчас откроем. А, хотя, может, это здесь стучат. Будет забавно. Сейчас открываем. Вот там скримок. О! Блин, ну это было очевидно, в принципе. Батарея болгарки разрядилась. Ну, и, в принципе, с одной стороны хорошо. Потому что чем меньше двери мы открываем, тем меньше мы обсираемся. Вот, поэтому идемте сюда. Кто там побежал? Непонятно, как обычно, куда. Че? Кто здесь? Я не успел его спасти. Я не верю. Этого не может быть. Это не мой Ванечкой. Я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. Опять здесь какие-то непонятные звуки. Тут кроме записок ничего больше нет. Или чего? Только записки читаю. Так, кто там дверь открывает? Кто там ходит? Я не понял. Че за херня здесь тут? Алло. Прием. Так. Сейчас снова, скорее всего, будет скримак. Наверное. Подожди, а куда мне идти теперь? По идее, вот здесь что-то еще было, но закрылось шкафом, который не открывается. Возможно, нам сейчас придется напугаться и что-то произойдет. А что реально делать-то? Сюда, может быть, надо сходить? Нет. А что? А куда? А, под... Господи. Вот что надо было взять. А я, блин, хожу, не понимаю, что надо делать. Как обычно. Ага. Так. Сейчас скримак будет где-нибудь. Вот прям чувствую. Где-нибудь вот здесь вот как сейчас долбанет. А, подожди. Блин, вот как знал, блин. Реально. Долбануло не по-детски. Фух. Не, вот это, конечно, жестко, блин. Я уже заикаюсь. Курить на лестничьих клетках и холок запрещается. Так, хворное, как обычно, закрыто. А, и нас уже закрыли. Ладно. Блин, вот тут реально капец. Вот тут уже реально стремно. Третья ночь прям действительно жесткая. Так, что? О, спасибо. Опа. Чего за хрень, господи? Зачем так жестко-то? Ё-моё, вообще. Скример на каждом шагу. Привет. Так, нас снова закрыли, да? И чё? А, открыли? Блин, если скример будет на каждом шагу, то это слишком как-то. А, вот, кстати... А, окей. Так, какие-то доски. И чё-то висит. Всё, отлично. Во... А. Ам. Ку. Как столько лет её тело не разложилось. Чё? А, это мы ходим? Думаю, мы тоже висим. Пусть тот, кто меня найдёт, почувствует, какую боль перенесла мать, потерявшая своё дитя. Я проклянула всех, кто не смог мне помочь. Я не собираюсь так просто уходить. Я вернусь. Что я хотела этим сказать? И как они вернётся? Мария же... Мария, мне так жаль. Фу, вот это хоррорец, конечно. Да, чё тут у нас? Тут документы, вот, 58-го года. Алексей Сергеевич, о котором говорила Мария, ответил ей, что не станет больше так подставляться. И отказался с ней работать. Тогда о каком деле шла речь? И с кем она разговаривала, когда её видел Яков? Есть ещё кое-что. Документ о свидетельстве смерти – это её сын Иван. Он умер осенью 50-го года. Видимо, она не вынесла этого. И сошла с ума. Она так хотела его спасти, но потеряла связь с реальностью бедной женщины. Капец. Реально жесть. Так, свидетельство о смерти. Так, ну допустим, заберём. Закроем. Так. Ну, естественно, её нету, очевидно. А, нас как обычно закрыли, да? Тут вообще есть проход? А, тут даже выхода нет. Ой, я чуть потише сделаю. Реально, оно как будто всё громче и громче становится. Мне это не нравится. А тут реально вообще ничего нет. Блин, ну я в такие игрушки, конечно, давно не играл, когда вот такие вот скримеры на каждом шагу, ещё и такие жёсткие. Сколько нам тут стоять? Хрен ему пойми. Ладно. А! Нужно убираться сюда, как можно, скорее. А, мы нож забрали. Так, вот. Окей, спидраним. Тут что-то я не напугался как-то. Вот сейчас, походу, будут общие скримеры везде. Куда бы ты ни зашёл. Так, как выбраться? А! Так, ну получается, сейчас опять будет скримак. Так, ну забираем. А чё? А, всё. Чего он так медленно открывается? Три недели спустя. Ага. И чё, в итоге? Мы вернулись обратным. Так. И? А тут всё, в принципе, и так же, да? Ничего не поменялось. Практически за месяц. Так. А. О, снова записочка. Ща. А, это мы подложили. Привет, Яков. Яков, больше не нужно бояться, что тебя найдут и обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всём позаботился о том, что ты тут живёшь со своими друзьями, и я никому не рассказывал. Охраняйте дальше это место, теперь это по праву только ваш дом. Твой друг, Алекс Мортал. Окей. Я рад, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайну 58-го года и помочь Якову обрести спокойствие и свободу. Об этом вы можете прочитать в моём блоге. Нужно двигаться дальше, и я отправляюсь ещё в одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы. И так у меня будет необычное дело. Об этом я расскажу позже. Окей. И чё? И чё дальше? Так, подожди. Я надеюсь, игра не зависла, потому что... А, нет. Вроде. Так, у человека буду сейчас скримак вылететь, или чё? Я двигаться не могу, ничего не нет. Что? О, блин, только не говорите, что игра зависла. А, вот. Несколько дней спустя, судя по всему. Вот. Окей. Ну чё, опять игра зависает? Блин, ну ё-моё. Класс, ребята. Поиграли, называется. И чё? Так, ну я, конечно, попробую перезапустить, но это вряд ли поможет, конечно. Ну, вообще полностью игру. И так, ребят, я перезапустил. Вот. И вот тут оно зависает, короче. Походу. О, прогрузилась. Да чё себе. Несколько дней спустя. Я просто тут уже сижу минут 15, жду, пока она заглудится. Во, наконец-таки. Я уже думаю, что игра зависла. Слава богу, как говорится, проперделась и заработала. Так, подожди, а где я? И чё? А, естественно, забираем с собой. А, батарея разрядилась? Ё-моё. Мне нужно было дождаться человека, который купил этот дом. Но после его приезда, через несколько дней, что-то пошло не так. Это место перестало быть безобидным. Я здесь в ловушке. Я не думаю, что женщина из приюта в России могла привязаться и последовать за мной. Этот дом обладает маятником для таких, как она. А что, если и другие духи последовали за мной? Может, поэтому в тех домах я никого не нашёл? Мне чудом удалось сбежать из того заброшенного детского дома? Но в том, что сейчас я освобожусь, не уверен. Нужно постараться выбраться и предупредить того парня, что здесь оставаться опасно. Ну окей, давайте предупредим. Чё это такое? А, нет, нельзя взять. Так, ну получается, чё, пошлите наверх. Так, и... Ой. А чё? Как открыть-то? Кто? Подожди. Тут идёт. Но куда? Непонятно. Но хотя, в принципе, это стандартная тема. Сейчас... Надо попробовать... Ой, да... Ё-моё. А вот это сейчас внезапно. Так. Чё он делает? Ой, ё-моё. Продолжение следует. Ё-карный повай. И это конец, походу. Чё, какой-то внезапный конец, но... Ну, короче говоря, это, походу, всё пока что, наверное. Не знаю, вышла ли новая версия. Вот. Если вышло, то, в принципе, если вы хотите, то я обязательно продолжу играть, потому что игрушка охрененная. Реально. Сюжет прикольный. Скримаки капец какие жёсткие. Я реально обсирался. И, в общем, игрушка качественная. Вот. Поэтому, если тебе понравился этот ЛСП, то можешь поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну, и опять же, написать в комментариях, хочешь ли ты продолжение данной игрушки, если оно, конечно, выйдет. Вот. Ну, наверное, уже вышло, потому что я уже давно не смотрел. Вот. Поэтому, в принципе, на этом всё. С вами был Тёмыч. И всем удачи. И всем пока-пока.